Прежде всего, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, признаком хорошего корпоративного управления является то, что все члены сайта директоров застрахованы от возможного нанесения неправильными решения своими компаниями. Я должен признать Германский, что я не успел застраховаться от того ущерба, который я неизбежно понесу, имея рядом с собой двух министров, с которыми мы постоянно дискутируем относительно того, куда нужно инвестировать деньги, а куда не нужно инвестировать деньги. Это первое. Второе. На этом подиуме присутствует как минимум два человека из трех, которые самым непосредственным образом определили мою жизнь. Один из них это Алексей Леонидович Кудрин, который в бытность министром финансов, доведенный до иступления моей несговорчивостью по этим же вопросам, произнес фразу. Володь, ну что ты со мной споришь? Ну ты понимаешь в железнодорожном транспорте? Ты этим и занимайся. Я профессор. Я лекции читаю. Мне пришлось защитить кандидатскую диссертацию. А второй это был Герман Оскарыч, который, по-моему, в 2001 году на мой вопрос, когда он, будучи министром экономического развития, представил первый концепт социально-экономической политики, на мой вопрос относительно того, а почему в этом концепте отсутствует промышленная политика, снисходя к моему убожеству, сказал, что, Володя, ну какая может быть промышленная политика в постиндустриальном обществе? Тогда термин постиндустриальное общество, по всей видимости, всеми присутствующими понимался еще лучше, чем термин стерилизация. Это вступление. Это вступление, а если говорить по-серьезному, то мне кажется, что я бы подписался и по тем, о чем говорил Алексей Валентинович с точки зрения его взгляда министра экономического развития, о том, о чем говорил Сергей Глазьев. И вот на ваш вопрос, Германовский, а что означает повысить ответственность? Мне кажется, что мы сегодня рядом с предложением о активном инвестировании инфраструктуры, что стало уже общим пониманием с точки зрения того, как преодолевать последствия экономического кризиса, поставили на первое место культуру и образование, потому что ответственность – это не милиционер за спиной, который придет и прихватит, если кто-то что-то утаскивает. Ответственность – это культура, это понимание своего места и того, что человек делает. Мне кажется, что даже на экономическом форуме мы не можем не говорить о необходимости пересмотреть свое отношение к концептам образования, к концептам культуры, потому что в результате человек, который возглавляет компанию или возглавляет правительство, или возглавляет министерство – это прежде всего человек с определенной системой взглядов и подходов. И если нам сегодня говорят, что нам нужно переформатировать сознание нашего человека и запретить ему читать в детстве детские сказки русские, потому что они его не к тому ориентируют, то я соглашусь только в одном – нам нужно реформировать сознание с точки зрения воспитания ответственных и дееспособных людей. Вот это да, это правильно. И при этом сказка про Емелю совершенно не демотивирует человека на активный труд. Можете посмотреть на меня, я не самый, может быть, в этом хороший пример, но, значит, сказки русские любил, люблю и детям, и внукам своим читаю. Следующее. Мне кажется, что мы очень много говорим о том, а что делать. Но для того, чтобы понять, что делать, я считаю, что нам нужно провести определенную, даже не работу над ошибками, а нам надо признать, что мы делали не так, или в чем была ошибка нашего изначального концепта. Вы помните теорию? За 500 дней мы должны были полностью реформироваться и стать очень неуспешными. Потом были другие концепты. Я напомню вам, что было письмо девяти лауреатов Нобелевской премии Горбачеву и Ельцину, предостерегающего именно от того, что мы потом делали. Только один Нобелевский лауреат поддержал то, что было предложено и в результате трижды изменял свое мнение. Это господин Фридман. Значит, надо сделать выводы о том, что пошло не так. А пошло не так то, что мы, уверовав в абсолют рыночной стихии, забыли о том, что человек – это прежде всего существо социальное. И поэтому, как писали нобелевские лауреаты, не должны были забыть о необходимости тогда выполнения социальных обязательств государства. Второе. Мы могли бы сейчас на примере решения Международного валютного фонда, который признал в прошлом году целесообразность использования бюджетных средств для инвестирования таких проектов, как инфраструктура, хотя до этого категорически отказывал в таком подходе, что, наверное, и здесь у нас есть шансы сказать свое веское слово, тем более имея в виду физическое и географическое положение нашей страны с точки зрения возможности создания глобального трансевразийского транспортного коридора. Здесь сидят в том числе и мои коллеги-железнодорожники из Казахстана. Мне кажется, что очень важным является также и работа по реальному созданию системы дихотомии государства и общества, бизнес и общества, бизнес и государство. У нас очень много говорится о государственно-частном партнерстве, но это сотрудничество, оно выглядит весьма односторонним, потому что, как только ты пытаешься убедить государство в своих взглядах, включается режим административного отношения. Есть задача, и эту задачу нужно решить. А кто потом несет ответственность за результаты этой задачи? Это второй вопрос. У нас была, например, очень жаркая дискуссия с присутствующими здесь уважаемыми мною министрами относительно того, какие результаты будут замораживания инфраструктурного тарифа. Мы приводили аналитические расчеты, показывающие, что в нынешних условиях это не приведет к активизации инвестирования частного капитала, но может самым негативным образом сказаться на компании. Результат оказался в нашу пользу. Но от этого ровно ничего не изменится. Если у нас не будут включены механизмы именно правильного элемента общения органов гражданского общества с государством, когда, как, например, в Германии, ни один закон, который влияет на экономику, не может быть принят без чистилища рассмотрения в этих элементах, в этих структурах гражданского общества. И еще одно. Вы мне бахните, когда нужно остановиться, Герман Васильевич, я могу долго говорить. Самое главное, Владимир Владимирович, что нужно изменить? Вот смотрите. Детские сказки, русские народные сказки по утрам читать, это мы уже услышали. Значит, но вы услышали то, что вы хотите услышать. А я говорю о том, что нельзя, нельзя насиловать ментальность целого общества, будь то экономические реформы или социальные преобразования. Я думаю, что слово «насилие» все здесь хорошо понимают. С точки зрения того, что еще можно было бы и нужно было бы сделать, я считаю, что нам нужно было бы добиться, например, чтобы категорически было запрещено любое контролирование, проверки малого бизнеса на протяжении, ну не знаю, там, пяти лет, по крайней мере, после того, как они создали. Они еще ничего не начали делать, но их уже начинают все контролировать. И мы говорим, что мы создаем условия для развития малого и среднего бизнеса. И я считаю, что не могут возникать такие законы, которые отвращают наших граждан, которые живут, например, за рубежом, от того, чтобы они работали с нашей стороной. Ну, посмотрите, сегодня принимается, есть толкование Минфина относительно того, кто является валютным резидентом. Если человек, постоянно проживающий, русский, российский гражданин, за рубежом, на один день приезжает в Россию, он становится валютным резидентом России. Мы чего хотим добиться? Чтобы они перестали к нам ездить совсем, что ли? Я считаю, что я не понимаю, когда такие решения принимаются. Опять-таки, необходима общественная экспертиза для того, чтобы можно было не допускать таких решений. И, если позволите, наверное, последнее. Сегодня очень много говорится, что вот, и я согласен с этим, с нами неправильно и несправедливо обращаются, на нас санкции накладывают. Я вообще считаю, что это абсолютно вещь несерьезная и просто недостойная государственной политики. Хотя сейчас в колуарах встречался с одним очень крупным испанцем, и он мне рассказывал, что каждая испанская компания получила соответствующий звонок, письмо из американского посольства, предостерегающего против поездки на этот экономический форум. При этом было сказано, что вы можете, конечно, не воспользоваться нашим советом, но тогда может оказаться так, что впоследствии могут вас тоже несколько расстроить. Нам не надо переворачивать вектор нашего сотрудничества с запада на восток или с востока на Азию. Мы должны продолжать действительно реализовывать промышленную политику, экономическую политику, но в понятном и в понятных пределах и в понятном смысле. Я согласен с вами, Герман Оскарович, я не очень тоже понимаю, что у нас сегодня называется экономической политикой. Потому что если экономическая политика исчисляется только процентом роста ВВП, то я считаю, что это неправильно. Это противоречит моим научным взглядам. А вот если речь идет о том, что это сопровождается развитием экономики, развитием общества и в конечном итоге ведет к повышению благосостояния народа, о чем все много говорят, вот тогда такую политику я понимаю. Спасибо. Спасибо.